Но в деревне, где я был, в деревне, где я рос, Каждый знает, что он, Иисус Христос. Друзья, всем привет! В этом видео я хотел бы рассказать историю, на мой взгляд, очень интересную историю Макса Кочеткова. Макс Кочетков это бывший басист и отец-основатель группы Naive. Группа Naive это московская российская панк-рок-группа, которую мы все знаем, и многие из нас являются фанатами этой панк-рок-группы. Макс родился в Нью-Йорке, в США, в семье переводчика ООН из Москвы. Макс рос и параллельно воспитывался в двух культурах, в англоязычной и в русскоязычной среде. Достигнув немалых высот в музыкальной и переводческой деятельности, Макс на протяжении всей своей жизни боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Когда я перец стану пить, совершенно все скажут, как же он хорош, какая милашка. После интенсивного духовного пробуждения, прихода к Богу в 2015 году, Максим Акафет был полностью освобожден от долгих лет токсикомании, одержимости, без абстинентных симптомов. Оставив Naive и работу переводчика для первых лиц, Макс стал развивать интимную связь с Богом на основании более тесных взаимоотношений со своей женой Наташей и помогать людям, нуждающимся в освобождении от зависимости. В отличие от моих предыдущих работ, в этом фильме я решил предоставить слово полностью Максу и практически не появляться в кадре. Это экспериментальный формат, и я очень надеюсь, что этот фильм вам понравится. Это обращение ко всем людям. До определенного момента моей жизни я жил, как будто я был кем-то другим. Теперь я хочу, чтобы вы познакомились с настоящим мной. Это мое провозглашение о том, что я верю в Иисуса Христа как своего Спасителя. Это провозглашение моего покаяния. Это мое свидетельство. Многие христиане стесняются признаваться в том, что они христиане. У меня с этим проблем нет. Этот фильм посвящается всем тем, кто очень осторожно произносит имя нашего Бога, Иисуса Христа. Может, кто-то скажет, что то, что я делаю, непопулярно и непрофессионально. Но, мои друзья, к своей жизни я отношусь профессионально. В этом фильме я перейду к границе дозволенного. Я сторонник радикальной прозрачности. И то, что вы увидите в этом фильме, это слияние интимного и публичного. Я откровенно поделюсь с вами грузом моего сокрушенного сердца. Это моя ноша, мое бремя, тяжесть большого горя и моей глубокой печали. Это мой крест. В этом фильме мне снова предстоит пережить то, как было разбито мое сердце. И я снова буду раздирать на части свою душу. Это рассказ об ущельях ада, из которых я выполз для того, чтобы остаться живым и рассказать вам эту историю. Это рассказ о моем прошлом, о панк-роке, об алкоголизме и наркомании. Может, то, что я расскажу, будет для вас шокирующим и ужасным. Но я это делаю не для того, чтобы испугать кого-то, а для того, чтобы люди смогли сбросить свои оковы и спастись. Чтобы их смог коснуться Бог. Чтобы смогли измениться жизни этих людей, а также жизни их семей, жен, мужей, детей, родителей, их друзей, которые часто являются созависимыми и страдают вместе с теми, кто продолжает жить во грехе, беззаконии, хаосе и безбожии. Я хочу, чтобы через мое свидетельство о приходе к Богу, люди смогли бы увидеть, что выход есть, что есть путь к новой жизни, без алкоголя и без наркотиков, без любого рода зависимости и гнета. Это мой честный рассказ о том, как я сделал выбор и ответил на самый главный вопрос в своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok